За строительство храма в Чистцах местные жители молились не один год, впрочем, и активно действовали, собирали подписи, доказали, храм нужен. Село Чистцит древнее, известное, а сегодня многолюдное, развивающееся. Дело поддержали и Одинцовское благочине, и митрополит Крутицкий Коломенский Ювенали. В прошедшее воскресенье благочиной церкви Одинцовского округа архимандрит Нестор возглавил чин освящения закладного камня в основании новой церкви. О возведении храма молились руководители местной администрации, строители, благотворители, местные жители. На воздвижении же к твоему словословию созидаемого храма множеством твоих небесных благ воздашь. Текст на закладном камне гласит, основана сия церковь в честь и памяти благоверной царицы Тамары при Патриархе Московском и в Сеярусе Кирилле при святительстве при освященного ювеналия митрополита Крутицкого и Коломенского попечением Александра Леонидовича Миронова в год 2016-й от Рождества Христова декабря месяца третьего дня. Александр Миронов – отец пятерых детей, предприниматель, но сил не жалеет и для строительства нового храма. Без помощи администрации часовского сельского поселения, без помощи прихода, вот то, что сегодня здесь происходит, не стоялось бы никогда. Они оказывают неимоверное содействие в строительстве данного храма, потому что построить на самом деле легко. А вот оформить документы, выделить землю – это, наверное, львиная доля работы, которую выполняет наша замечательная администрация. Сегодня, 3 декабря 2016 года, знаменательное событие для всех жителей сельского поселения Чесовское. Сегодня состоялась закладка первого камня в строительство храма. Весь народ воодушевленный. Очень много, вы видите, пришло народа сегодня на это знаменательное событие. Мы его все ждали. Свой храм площадью 200 квадратных метров жители Чесов посвящают святой праведной царице Тамаре. Жившая в 12 веке правительница страны Святого Георгия, царица воин, прославилась красотой внешней и духовной, а также мудростью, а главное – любовью к своему народу. Тамара и сама была активной храмоиздательницей, что нашло отражение в иконографии. Честь царицы Тамары так выбрали прихожане, покровительство, что было у нас. Святой царицы Тамары, как она благоверно строила храмы, любила свой народ. Вот как сейчас это очень актуально и не хватает, наверное, многим нашим начальствующим, чтобы люди чувствовали поддержку государства, чтобы чувствовали, что о них заботятся. Так как заботилась царица Тамара о своих людях, которая помогала всем и бедным, и богатым, всем помогала, на всех распространялась ее любовь и забота. Строительство уже ведется. Возводимый храм народный, строят его всемиром, помогают кто чем может, не всегда деньгами, кто кирпич подает, кто раствор замешивает. Местные жители мечтают и уверены, что будет здесь и воскресная школа. Ребячишек в поселке много и вообще новый храм станет духовным центром. А пока верующие ездят молиться в близлежащее поселение. Кто-то ездит в Голицыно, кто-то в Кубинку, кто-то в Покровском. Когда храм пастора здесь, это как бы, понимаете, как в Писании написано, порожу пастора и рассеются овцы. Как бы, когда пастор на месте, значит, и стадо будет собираться, он как бы, приход. Храм – это как бы всегда созидание, всегда люди, как-то общение, то есть молитва, единение духовное. Верующие знают о сроках возведения лучше не загадывать. Надо молиться и делать, а Господь сам все устроит. Возводимый храм обещает стать украшением этих мест. Хочется верить мне, что здесь, вот сейчас в часах, это только-только начало. Вот закладываем храм, храм построят, а дальше, а дальше нужно строить приходской дом, где будет воскресная школа, где с детьми и со взрослыми будут заниматься. Куда молодежь может прийти, не шататься по улицам, а действительно заняться интересным делом. Верю, что здесь будет хороший сквер, что будут цветы, мамочки будут колясками гулять. Ну, то все как полагается. Ольга Винтер, Одинцовское благочиние, телекомпания Одинцова.